всем привет мы с вами на канале студии 7 чудес света меня зовут евгений бессонов и сегодня нас ждет уникальный мастер-класс от мастеров нашей студии но прежде не забывайте подписываться на наш канал ставить лайк этому ролику и впереди нас ждет много много интересного что обычно приходит в голову когда мы слышим архитектурный бетон нечто органическое искусственный грот искусственная скала искусственный камень ручей нечто такое а вот сегодня мы покажем вам секретный способ использования нашего материала мастера нашей студии каждый раз на новом объекте сталкиваться со невероятными историями идеями от заказчиков и вот сегодня мы поговорим о том что мы будем делать дерево из архитектурного бетона где деревья там и лес а где лес там и дача где дача там и шашлыки и сегодня мы будем облагораживать нашу зону с мангалом и искусственным деревом и так расскажи наташ где мы делали вообще искусственные деревья но у нас были разные объекты а not как пример приведу тебя объект где стоит огромное дерево и внутри этого дерева помещается и кафе и аттракцион для детей то есть это такая сама дерево представляет собой развлекательную зону для детей и взрослых наверное а потом еще у нас было дерево в контексте грота она представляется такую высохшую сосну потом еще было дерево ну что я сейчас могу вспомнить это в поляне сказок очень интересная тоже композиция с это такой дуб с цепью по которой уходит ученый код но вот вот сейчас то что мне пришло на память то есть каждое дерево вписывалось органично в ту среду в котором она по сути потом находилась ну да конечно и выполняла ту задачу которая была поставлена наташ я знаю что у тебя уже готов эскиз может быть расскажешь что где и как будет да вот так здесь видишь по эскизу а это зона мангала мы решили сделать здесь такой небольшой арт-объект который будет вписываться в общий контекст нашего такой парка небольшого и будет аутентично здесь смотреться это такой высохший пень с изогнутой корягой коряга здесь выполняет скорее декоративную да это просто скорее для красоты и чтобы пень не смотрелся ну совсем уж таким а сам пенек это вот как бы столик да а сам пень это будет 100 лично то есть я так понимаю теперь наша задача это сварить каркас просто сегодня будет необычная форма уже не нас не бывает обычных форм каркас конструкции изготавливается из металлических прутков которые мастер скрепляет при помощи обычной электродуговой сварки то есть я понимаю первый этап сварки закончен и что же дальше но уже не совсем еще закончен у нас еще будет обварка это еще не совсем готовый каркас мы должны сделать так чтобы ячейка была примерно такого вот размера чтобы сетка легла плотно и каркас был сам по себе крепкий перед нами готовый каркас который покрывается защитными слоем краски чтобы конструкция не проржавела ну что ж нанесение антикоррозийного покрытия прошло успешно следующий этап прибиваем металлическую сетку если кому-то интересно посмотреть поподробнее про этап создания каркаса посмотрите этот ролик а вот и наша сетка которую крепят каркасу с помощью металлических колец и пневмопистолета после чего наносит первый слой архитектурного бетона ну что надо я так понимаю мы сейчас будем делать фактуру дерева нечто подобное не совсем же это фактура очень мелкая а у нас все таки объемные и крупная вещь это скорее что-то такое типа винограда наверное это видишь какие сросшиеся как будто очень много сросшихся лиан а а это все таки массивное большое дерево скажем это был когда-то дуб ну вот он уже много много лет стоит на улице его спилили как-то немножечко приложил руку сюда человек да вот эту часть спилила эту часть решили оставить как декоративную но в общем она уже давно ее там водой вымывала ветром выдувала и она превратилась вот такую корягу я специально для нашего сегодняшнего мастер-класса распечатала образцы вот посмотри пожалуйста на эти фотографии почему я это делаю я это делаю не для тебя я это делаю вообще всегда наш мозг имеет такое свойство когда ты очень долго делаешь годами там какие-то определенные вещи не то чтобы это абсолютно одинаковые объекты они конечно все разные но фактура она где-то плюс-минус повторяется то есть он просто притупляется делая одну и ту же монотонную работу и тебе кажется что ты делаешь все правильно полагаясь на свой опыт но ты все дальше и дальше отходишь от природы поэтому я за то чтобы всегда обращаться к природным объектам чтобы не происходило такой вот подмены как бы сказать подмены природности объектов на собственный опыт но и плюс они всегда будут получаться немножко разными в зависимости от того какую-то фактуру возьмешь приоритет но вот эту или эту или эту они все-таки немножечко разные но и по цвету тоже а сейчас мы займемся формой поэтому клади пожалуйста эту замечательную вещь обильно смачиваем поверхность водой наносим второй слой архитектурного бетона наконец-то у тебя получилось сделать слой а теперь смотри вот у тебя здесь такая вот плюшечка получилась она у тебя получилась случайно это очень даже хорошо для того чтобы делать фактуру дерева мы снова обращаемся к нашим распечаточкам вот посмотри здесь видно что дерево не просто ровное все да но имеет какие-то такие выпуклость и где-то они достаточно острые эти выпуклости где-то какие-то сучки были остаются вот такие вот отверстия сучка ну вот тогда вот получается что здесь мы сделаем сучок а древесина как бы обходит вот так вот эти сучки и вот чтобы добиться фактуры мы сначала по сырому сыром раствором мы все это загладим кисточкой возьми пожалуйста сейчас кисть и и все это заглаживай так чтобы у тебя получилось какая как бы рисунок которого ты потом будешь который ты будешь потом усиливать уже прорезкой лучше заглаживать снизу мягче снимай кисть смотри вот сейчас света много вот видно прям какие у тебя здесь грубые мазки нет просто непонятно бардак какой-то у тебя вот так шло потом раз вот так вильнуло понимаешь да вот она должна вот так обойти сучок и прийти обратно выровняться обошла сучок пришла обратно выровняться а потом когда раствор подстынет и его можно уже будет прорезать и дорабатывать мы будем делать какие-то такие красивые моменты нюансы за которые был глаз цеплялся и которые бы окончательно для нас давали понимание что это именно древесина мы вводим острый я беру мастихин и специально его мне наши мастера заточили потому что мастихины продаются они такие вот немножечко округленные откуда бы а вот знаю ладно и ввожу мастихин и начинаю немножечко как бы раздвигать при этом я помню о том что у меня есть фактура да уже нанесенная делаю это не в разрез фактуре очень неплохо смотрится когда такое старое дерево все равно там заводится какие-то насекомые можно сделать какие-то дырочки для маленьких жучков где-то мелкие где-то покрупнее играться да а где-то они могут быть такие вот даже длинненькие они тоже такие бывают очень даже часто потом вот этот вот мусор мы уберем когда застынет сейчас мы это делать не будем иначе мы нарушим фактуру где-то их может быть побольше а где-то может быть поменьше иначе 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 а а а слушай как классно получилось что мы дальше будем делать у нас что по плану дальше мы будем готовиться вот мы сейчас готовимся уже к покраске я специально прохожу дерево уже можно а дальше мы сейчас будем наносить то что мы называем подложкой мы будем красить его белой краской если я помню методом лессировки краска жидкая и вот сюда нет ты неправильно говоришь мы сначала носим подложку а потом методом лессировки мы будем наносить уже цвета а вот где я ошибся все я понял Жень но ты вот посмотри прям как мороз своего да нет ли где трещинки щели нет ли где древесины я старался видишь вот у тебя вот есть ну да это я понимаю я и планирую надо прокрашивать все абсолютно ты можешь смелее это делать с кисточкой туда вот прям загонять краску во все поднутренние вот эти вот дырочки для маленьких жучков которые мы с тобой делали вот что краска везде проникла а подложка светлая потому что у нас почему ну потому что древесина в принципе достаточно светлая она конечно разная бывает и мы будем красить в разные цвета но мне нравится больше набирать цвет из белого вот конкретно для древесины а в какой бы цвет вы бы покрасили свое дерево пишите в комментариях наносить подложку нужно на всю поверхность равномерно после чего можно приступать к покраске ну а знаешь жень наш мозг просто привык к тому что дерево должно быть коричневое но на самом деле если мы поразглядываем фотографии особенно вот это вот смотри какое здесь многообразие цвета смотри да вот есть какие-то фиолетовые цвета вот я хочу как раз чтобы у нас были оттенки я конечно же не возьму сейчас не намешаю не покрашу фиолетовое дерево да но мы говорили с тобой о том что мы наносим краску лессировками то есть цвет будет друг друга перекрывать и в итоге да как бы дополнять и мы получим такое богатство цвета главное чтобы оно не получилось у нас такое совсем детской площадкой да когда есть такое многообразие цвета оно становится приятнее интереснее и живописнее если мы будем увлекаться каким-то конкретным одним отдельным моментом мы можем прописать но при этом очень сильно намельчить объект большой и поэтому чтобы такие световые пятна они не оказались потом очень маленькими чтобы она не пестрила все хорошо наташ я конечно все понимаю можно я хотя бы свой сучок над которым карпел покрашу ну хорошо ладно я буду аккуратно ну я постараюсь не испортить будь осторожен сучком вот ты будешь вот так вот тыкать у тебя получится уже не лессировка о том надо побыстрее немножечко посмелее посмелее ты же ой ничего себе куда ты я походу волокон это кстати из моей темы у тебя движение должно заканчиваться очень мягко точно так же как мы с тобой когда заглажку делали выглажку мягко то что если вдруг вот тебе сейчас придется отлучиться куда-то остановиться у тебя вот осохнет вот такая вот полоса понимаешь вот пожалуйста сделают как я попросила вот еще еще сильнее туда размашисти вот так вот пусть они там будут какие-то пятнышки но ничего страшного как ты думаешь Женя это похоже на рисование больше чем на покраску мы говорим покраска 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 это вот покраска стены и то она не всегда бывает однозначно а здесь все-таки это больше роспись готовые изделия мы перемещаем к зоне мангала помогает нам в этом даже сторожевая собака наташ это просто невероятный пень детализация просто бешеные сучки ну просто все как настоящее если бы я не знал что это как бы сделано из бетона металла и твоих стараний как художника я просто бы не поменял поверил. И из любви, как краксбургеры у спанчбоба. Хорошо. У тебя уже есть какие-то идеи для будущих мастер-классов? Ну, идей-то очень много. Будем выбирать из этих идей какую-то достойную и что-нибудь новенькое покажем нашим зрителям. Хорошо, так и будет. Ну, вот такой вот пенни из арт-бетона у нас и получился. Если вы вдохновились нашим мастер-классом, то присылайте результаты своих работ к нам в телеграм-канал. Наташа их посмотрит и прокомментирует. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, пишите комментарии, заходите в наши социальные сети. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok